всем привет с вами алена и вы находитесь на канале вяжу стильно и в этом видео я вам покажу свой вязаный гардероб это будет последняя серия провязанные гардеробы итак начну с самых старых своих джемперов которые я до сих пор ношу и никому не отдаю и вот первый джемпер я вам хотела показать этот джемпер связан мной наверное года три назад если не больше наверное даже больше это был мой самый первый реглан насколько я помню поэтому здесь я даже не вывязывала вырез горловины видите он прямой вот я только училась связать реглан тогда и связала и вот такой джемпер пряжи бибиби full мятного цвета вот он такой длинный а внизу здесь покажу разрезы и задняя часть немного длиннее чем передняя горловина здесь вывязана сразу вот ну в общем то и все здесь единственное что я опустила вот по регланной линии косички сзади такого я не делала сзади нет сзади обычная регланной линии ушло у меня на этот джемпер напомню это 42 размер ушло 550 грамм ровно 10 мотков о вернее ушло 500 грамм ровно 10 мотков ушло вот ношу я его не часто потому что он у меня получился очень длинный и из куртки выглядывает мне не очень нравится ассальто вот когда надеваю пальто только я его изредка надевает джемпер но все-таки его ношу и смотрите пряжи бибиби full вот сколько у меня это джемпер есть я его уже около трех лет назад связала но катышков я может быть потому что не часто ношу но катышков практически нет вообще нет пряжа себя очень хорошо ведет дальше я совершенствовала себя вязание регланов и связала следующий джемпер вот он уже вывязывая линию уже вывязывая горловину вырез горловины этот джемпер связаны с пряжей бобиной называется это пряжа пинера по моему тут составе есть альпакат и нить тут такая неоднородная с утолщениями очень красиво вот здесь уже вырезана вот здесь вот вырез вырезом реглан сверху также обычный просто лицевой гладью без всяких там каких-то замудрений закрытия тоже и внизу и на рукавах самое простое горловина здесь тоже была вырезана одновременно вернее сразу горловина потом уже реглан вот этот джемпер я периодически ношу единственно что он в процессе стирок постоянных подсел он стал коротковат и рукава коротковат и то есть я как бы приподнимаю и ношу на три четверти вот такой джемпер он очень теплый комфортный не колючий нисколько очень мне нравится и следующий мой реглан у меня в основном все джемпера связаны регланом сверху и следующий джемпер это вот такой вот огромный большой длинный я покупала бобинную пряжу составе сальпака вот тоже реглан сверху удлиненная линия реглана здесь очень большая пройма длинный очень жемпера связала он как платье получается и я его в основном носила так погулять собакой вот ну такой он как бы я считаю очень простой получился вот я не часто ношу изредка просто вот для тепла надеваю и выхожу там с детьми погулять вот куда-то там для красоты там я его не использую не ношу так на скорее всего потому что пряжа сама красивая а мне не очень нравится как сидит на мне эта модель слишком объемная слишком длинная как вот такой мешок ну не комфортно себя чувствую распускать мне не охота мне кажется это пряжа не распустится нормально поэтому я выношу просто вот погулять куда нибудь с длинным пальто или с длинным пуховиком вот под что-то я его надела еще у меня связался регланом сверху один джемпер он уже связан из пряжи габи хлопок стопроцентный это как бы летняя такая модель связанным также я сначала вывязывала ланку горловины а потом уже делала сам реглан рукав здесь на три четверти впереди здесь узор рис а все остальное лицевая гладь вот он такой не сильно широкий но в то же время не облегает фигуру вот приятный в носке я бы не сказала что этот хлопок прям супер нежный но достаточно комфортно его носить мне вот этот джемпер я также ношу у меня есть несколько джемперов из хлопка вот этот вот один из них и я вам покажу сейчас еще один он такой у меня яркий яркий вот такой оранжевый я его связала также как и вот этот вот я его связала года три назад также как и вот этот вот около трех лет назад я вязала этот и другой джемпер вот он тоже реглан сверху здесь я уже не вывязывала вырез горловины поэтому он вот такой вот квадратный меня получился я тогда очень полюбила узор шишечки везде везде где можно только его вязала здесь также горловина связана планка сначала а потом уже реглан все вместе и также на лицевой глади шишечки пряжи газал baby cotton один да газал baby cotton две нити я вязала вот обычно такой вот джемпер я его ношу до сих пор ношу изредка пряжа себя очень хорошо ведет катышков не образует я бы ни разу не чистила машинкой вот такой вот яркий веселенький джемперов получился его тоже я и ношу если получится я найду ставлю фотографии как эти модели сидят на мне но честно говоря не обещаю потому что у меня не во всех джемперах есть фотографии дальше покажу вам джемпер который у меня был связан также регланом сверху у меня их очень много джемперов которые были связаны регланом сверху наверное даже практически все мне кажется вот это самая моя любимая техника вязания вот это уже по типу хейвер да я вязала джемпер но я сделал длинный рукава потому что я не люблю шерстяные вещи с коротким рукавом такие джемпера если только жилет это как бы у меня есть единственный жилет это он как бы случайно полученный получился вот но мне больше нравится джемпера твит здесь софт донигал он косит также как я говорила тем более здесь вязание по кругу есть косина она никуда не ушла спицы я использовала три с половиной рукава здесь заужены ну как узкие рукава вот не широкие здесь тоже просто лицевая гладь даже без всяких резинок просто лицевая гладь такой вот у меня джемперок тоже есть регланом сверху и как вы заметили основная у меня часть джемперов связана именно лицевой гладью люблю лицевую гладь это да следующий джемпер его обязала наверное года два назад это единственный мой джемпер по моему с высоким воротом такой теплый теплый и длинный за еще и сараном впереди вывязанный связаны вот такой вот джемпер даже свитер свитер платье он очень длинный единственно что мне очень нравится не единственное здесь не нравится пряжа она очень грубая и к телу не комфортная она не колется мне но она какая-то вот грубая очень не хочется что к тело было мягкая а вот это пряжа грубая это пряжа у меня пехорка так дай бы вспомнить какая пряжа это пехорка я подпишу я честно забыла что это за пряжу помнила но вот забыла что это за пряжа какая-то пехорка но обязательно подпишу потому что я вспомню что это за пряжа горчичный цвет мне тогда очень нравился горчичный цвет и здесь я пустила тоже узор ромбы вот такой я ношу его ношу потому что он очень теплый и под низ только обязательно надеваю что-нибудь там футболку или еще что-то под низ я надеваю чтобы не чувствовать вот этой она не колючая очень грубая какая-то неприятная к телу вот расход я тоже уже не вспомню наверное грамм 800 у меня ушло ой какая же это пряжа пехорка свитер также связан регланом сверху сначала был вырезан ворот а дальше связано же сам реглан вот так сверху вниз опять мой любимый реглан пехорка не помню какая же пехорка тут использовалась какая-то пехорка так ну и наконец-то это не реглан наконец-то здесь у меня в точную рука в точную рука со спущенным плечом я себе вязала вот такой вот джемпер из твида я его иногда ношу но мне не нравится что он в итоге у меня вытянулся внизу и стал как платьишка и как как оборки там внизу смотрится внизу мне не нравится поэтому я ношу его редко просто пряжа мне очень здесь нравится вот а сама модель мне кажется не очень удачно видите она как внизу расходится как платье что с ней сделать может порекомендуйте посоветуйте что с ней сделать можно распускать я точно не буду потому что я не представляю вообще как распускать твит он очень рвется в процессе вязки рвался очень сильно здесь полностью шивная модель и рукава сшивные и втачной рукав здесь перед и спинка вязались отдельно спинка просто даже не лицевой гладью а вот здесь изнаночная гладь лицевая изнаночная я это делаю для того чтобы как-то убрать косину здесь очень косила полотно вообще страшно косила и рукава я поэтому связала вот здесь как бы с полосой лицевой чтобы как-то эту косину хотя бы убрать и горловину я тоже вязала самым простым способом просто набор по вырезу и наверху уже закрывала иглой вот такой у меня есть тоже джемпер еще один джемпер который у меня сшивной вот такой супер оверсайз я вязала себе отдельными частями единственное что я вязала спереди спинку до проем вот до сюда вот вместе по кругу потом уже отдельно спинку и перед и рукав я тоже добирала петли по пройме и вязала его бесшовный вот такой у меня джемпер есть своеобразной горловиной его я тоже довольно часто надеваю он очень комфортный носки очень такой вот стильно выглядит он связан из пряжи здесь перемешку идет color city пума в одну нить и здесь идет одна нить дропс дропс брашт альпака силк да вот по расходу тоже к сожалению я уже не скажу в принципе тоже просто очень вяжется в образная горловина потом добиралась вот сверху я поднимала просто петли вывязывала саму горловину и самым простым способом закрывала еще одна моя работа тоже не реглан сшивная она связана по принципу кстати вот это вот изумрудного джемпера тоже по кругу вниз до проем дальше уже отдельно вяжется перед и спинка и отдельно также рукав добирают с петли и он по кругу вяжется без швов этот джемпер я связала буквально летом не так давно и показывала его в готовых работах связан этот джемпер с пряжи нако мохер деликейт в две нити я не могу сказать что он не колется сильно я его в любом случае ношу под низ надевая майку белую или футболку потому что он просвечивает ну я считаю что красивее смотрится когда внизу что-то есть а не белье видно вот внизу обычная резинка 2 на 2 рукава связаны резинкой 2 на 2 и ворот связаны резинкой 2 на 2 очень простой джемперок опять же лицевая гладь как видите это еще не все продолжим дальше еще один джемпер это уже не просто реглан это реглан погон связан с верху именно когда я вязала этот джемпер я собирала в прошлом летом вернее этим летом курс бесплатный был курс у меня по вязанию реглана погона много девочек связали после моего курса реглан погон а я вязала вот такой вот себе джемпер тоже как видите лицевая гладь пряжа здесь использована бобинная это стопроцентный меринос вязала его тоже лицевой гладью единственное украсила сделала такие манжеты резинкой из японского журнала как вязать такую резинку полной разборы схемы я давала в своем инстаграм я тоже вам ссылку оставлю на описании вот здесь горловина тоже маленькая связана таким способом и низ я тоже вязала вот такой резинкой реглан погон вообще вяжется по фигуре он еще немножко у меня укороченный коротковат короткий такой джемпер получился вот следующий джемпер снова у меня связан регланом сверху это достаточно недавно я вязала этот джемпер показывала в видео о готовых работах я думаю если вы смотрите мой канал вы помните этот джемпер вот здесь просто связан узор по рукавам ажурный вот и вырез вообразный вот вся примечательность в общем этого джемпера связан он из пряжи газал baby cotton xl спицами номер 4 я вязала пряжа мне понравилась очень мягкая приятно к телу носить его очень комфортно этот джемпер вот закрытие у меня здесь исландское я вам оставлю ссылку на этот мастер-класс как делать такое закрытие петель вот в общем такой розовый цвет лицевую гладь я разбавила такими изнаночными петельками изнаночные петельки такие вырезанные на лицевой глади они как-то придает разбавляют бесконечную мою лицевую гладь итак следующий джемпер опять же связан регланом сверху тоже из пряжи бобины пинера я вам чуть раньше показывалась такой же пряжи розовый джемпер здесь я сделала все то же самое кроме того что рукава я здесь вязала прямые не убавляла то есть когда я его ношу кажется что они расклешенные но они не расклешенные и здесь не резинка используется в конце как бы на манжетах внизу а платочная вязка в общем то и все и здесь платочная вязка используется в оформлении горловины вот бобины пряжи уходит здесь буквально грамм 300 на такой джемпер вот я его тоже очень активно наношу он теплый он удобный он комфортный ну и покажу последний мой джемпер который у меня есть в моем гардеробе это вот такой вот джемпер когда я его поднимаю он смотрится очень несуразно вот я его тоже показывала в видео с готовыми работами также спрашивала у вас совета что делать с горловиной я решила в итоге его не переделывать горловину оставила как есть но я его ношу с футболками то есть футболку конечно видно тут вырез очень большой я ношу его с футболками моим нравится мне нравится поэтому я успокоилась и оставила все как есть тут связан он патентной резинкой полупатентной точнее резинкой и слонемской пряжи это где 30 процентов шерсти и 70 процентов акрила и он связан с шивной отдельно рукава отдельно перед и спинка реглан с шивной и по регланным линиям как бы вот здесь вот вывязан такой вот узор это перед это спинка вот как он на мне сидит фотографию если я найду вставлю если нет вы можете пройти я оставлю подсказку на видео с готовыми работами я как раз его там примеряю можно там посмотреть ну я думаю вы наверное уже устали смотреть это видео я все таки решила разделить на две части потому что у меня слишком много всего вязаного чтобы вас не утомлять в этой части я вам показала только свои джемпера а во второй части я вам покажу свои кардиганы и мой единственный жилет поэтому если вам нравится это видео ставьте лайк подписывайтесь на мой канал включайте оповещения обязательно подписывайтесь на моих новых видео и в следующей части о моем вязаном гардеробе я вам покажу свои кардиганы на этом с вами прощаюсь всем пока с вами была Алена пока-пока